29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. В третьей городской больнице прошла научно-практическая конференция на эту тему. Медики говорили про филактики, диагностики и тактики лечения острого нарушения мозгового кровообращения. В этом году неврологии в Ивановской области отмечают 100 лет. 30 лет на базе городской клинической больницы номер 3 работает специализированное нейрососудистое отделение. Но победить эту болезнь не так-то просто. Просто заболеваемость по Иванову даже немного выше, чем в целом по стране. А вот как распознать инсульт, рассказывают еще в школе. Лицо, руки, речь. Человек не может улыбнуться, конечности у него ослабли, не может самостоятельно поднять одну или обе руки, не может разборчиво произнести свое имя. Все это сигналы для немедленной госпитализации. Терапевтическое окно составляет 4,5 часа. Госпитализация с острым нарушением мозгового кровообращения в первые 4,5 часа от начала заболевания. Значит, у нас он составляет по 9 месяцам 27,1%. То есть это очень низкий процент, особенно если мы говорим им в рамках сравнения с 2017 годом. То есть он снизился практически с 54%. То есть это очень большой разрыв получается. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова